Приветствую вас. Сегодня расскажем вам об актере Данииле Страхове. Даниил родился в Москве в семье этнолингвиста Александра Страхова и психотерапевта Елены Соловьевой. Когда подростку было 13 лет, брак родителей распался и папа переехал в Бостон. Но даже после развода они продолжали поддерживать любые начинания сына, не ограничивая его в выборе любимого дела. Интерес у Страхова вызывали литература и математика, но больше всего его привлекал театр. В школьные годы Даниил занимался в драмкружке, а перед поступлением в ВУЗ мама наняла ему репетитора, актера театра на Малой Бронной Олега Вавилова. В дальнейшем, вплоть до 2021-го, Даниил работал именно на этих подмостках. Многие зрители знают артиста исключительно по ролям в кино. Однако сериал «Бедная Настя» одновременно принес Страхову не только известность, но и едва не разрушил его семью. Уроки Олега Вавилова позволили Даниилу поступить в школу-студию МХАТ, но спустя год он перевелся в щуку. Здесь он и повстречал свою главную любовь, Марию Леонову, которая не сразу рассмотрела в Страхове потенциального супруга. Я на Машу глаз положил сразу, а Маша ко мне какое-то время присматривалась. Эти отношения не то чтобы сразу возникли и приобрели какой-то лирический характер. На самом деле мы стали жить вместе уже после института. Сначала короткий студенческий роман, который ничем не закончился. Каждый пошел своей дорожкой. Но судьба распорядилась по-другому. Мы вместе попали в один театр, театр Гоголя, которому за один только этот второй шанс можно быть благодарным. Каждый за минувший год прожил какую-то свою историю. И когда мы встретились на сборе трупы, стало понятно без слов, что дальше все будет иначе. Признавался актер. В 2001-м артисты приняли решение пожениться, не привлекая к этому большого внимания. Влюбленные пришли в ЗАГС в обычной повседневной одежде, из свадебных атрибутов взяв с собой только кольца. Мне не хотелось этой безумной свадьбы, людей, крика, шума, гуляния. Мне казалось, что это настолько интимное дело, дело только двоих людей. Объясняла Мария. Еще в студенческие годы актер дебютировал в кино. Это был фильм «Карьера» Артура Уи. Новая версия. Однако первой ролью, которая принесла Даниилу известность, стала роль друга Ольги в «Бригаде». Настоящая популярность к Страхову пришла, когда он сыграл барона Корфа в сериале «Бедная Настя». К сожалению, эта роль стала причиной не только успеха, но и семейных проблем. Актера, так убедительно сыгравшего любовь с Еленой Кориковой, заподозрили в романе с актрисой. Ходили разные слухи, что артист потерял голову от блондинки и пропадает с ней в отелях, или же что на самом деле ночевки в гостиницах связаны исключительно с работой, так как у артистов плотный график. Подобные пересуды дошли и до супруги Страхова, которая приехала на съемочную площадку разбираться в ситуации. Неизвестно, что именно Мария выяснила в этом разговоре, но конфликт сошел на нет, и Даниилу удалось сохранить брак. После «Бедной Насте» артист засветился в «Детях Арбата», а за роль старшего лейтенанта Панкратова в «Грозовых воротах» был удостоен медали за укрепление боевого содружества. Военная тема и дальше присутствовала в работе Даниила. Это были ленты «Перегон» «Мы из будущего». Образ молодого Штирлица в сериале «Исаев» тоже принес Страхову большой успех. Потом были «Правосудие волков» и «Апофигей», но около 10 лет назад актер пропал с радаров. Работа я не обижен. Но так получается, что картины, в которых я снимаюсь последние три года, по разным причинам пока не доходят до зрителя. Например, восьмисерийная картина «Инкассаторы». Юрия Быкова вроде бы куплена Первым каналом, но почему-то до сих пор ее нет в эфире. Объяснял ситуацию артист. Позднее актер вновь напомнил о себе съемками в сериале «Форца». Вторая волна популярности пришла к нему после картины «Знахарь». Курорт цвета хаки, а Монат — комплекс бога. Артист всегда был востребован в кино. Не могу сказать, что мой персонаж мягкий и пушистый. Он провокативный, непростой, тем интереснее было его сыграть. Это действительно та работа, когда ты понимаешь, что в своей профессии, может быть, существуешь не зря. Особенно, когда по ходу изучения и освоения героя возникает ощущение, что ты полетел. Данная картина может поставить перед зрителями зеркало, в котором они не просто посмотрят сюжет, но и увидят себя. Увидят, как они несправедливы друг к другу, жестоки не только по отношению к далеким, но и к близким. И в какой-то момент работы над ролью это зеркало возникло и передо мной. Делился актер мыслями о своем герое в комплексе бога. Из театра на Малой Бронной, разрываемого внутренними конфликтами, Страхов уходил не раз. Окончательно он поставил точку в сотрудничестве в 2021-м. Зато артист играет в антрепризах и участвует в проектах благотворительных фондов. Даниил Страхов не любит светские тусовки, поэтому редко появляется на крупных мероприятиях. Не связывают с именем актера и каких-то серьезных скандалов. Была лишь пара конфликтных ситуаций. Так, в январе 2014-го появилась новость о том, что артист попал в ДТП в Рязанской области. В результате столкновения автомобили актера с мотоциклом «Урал» водитель байка и его пассажир получили переломы. Даниил сразу вызвал на место аварии скорую и полицию. В 2018-м году у Страхова произошел конфликт с курившим под окнами его квартиры сотрудником итальянской медклиники. Актер, сделав несколько раз мужчине замечание, не выдержал и облил его водой. В итоге между мужчинами завязалась потасовка. Даниил, как оказалось, проиграл, оказавшись в больнице с многочисленными травмами. Тот парень, как оказалось, много лет занимался боями без правил. Еще до этого инцидента Даниил вместе с супругой решили сменить место жительства и переехать за город. В то время, как многие их коллеги стремились приобрести квартиры в центре столицы, звездная пара предпочла уехать за 100 километров от Москвы. Актер нисколько не жалеет о своем выборе. Там вполне себе респектабельные соседи. Это не глухая деревня, но, с другой стороны, мы место выбирали не соседей ради. Да и удаленность от Москвы была для нас непринципиальной. Если бы такое место нашлось в 10-20 километрах, мы были бы не против. Честно говоря, нам было очень сложно определиться. Мы целых пять лет искали. Это какая-то глубокая кроличья нора, куда мы заползаем, и нам там хорошо. Для нас очень важно сохранять эту зону отчуждения. Когда дальше определенной границы, мы никого не пускаем. Отмечал страхов. Детей в этом браке так и не появилось, и этот факт супруги предпочитают не комментировать. Поклонники пары уверены, что на крепости союза отсутствие наследников никак не сказалось. Даниил уверен, что любой брак держится на общности внутреннего мира пары, и в этом случае любые кризисы можно преодолеть вместе. Семья – это взаимное уважение и бережность друг к другу, это умение меняться вместе, стареть в том числе. Хрустальная свадьба – это 15 лет. Срок, когда супруги чувствуют себя еще молодо, но ощущение уходящей жизни уже нарастает. Когда хочется все наверстать, переделать, когда кажется, что начни все сначала, и это выход из пустоты и бессмысленности убегающих лет. Это срок, когда соблазн все разрушить и начать с чистого листа очень велик, поэтому этот рубеж – хрустальный, хрупкий мир 15-летнего союза. Рассуждал актер о своем герое в курорте цвета хаки. В отличие от экранного Алексея Стрельцова, супруги уже преодолели рубеж не только в 15-ти, но и в 20 лет семейной жизни. Именно жена стала главной поддержкой для актера, когда в 2021-м из жизни ушли его родители. В январе после длительной борьбы с болезнью в Бостоне скончался лингвист Александр Борисович Страхов, а в августе не стала ведущего преподавателя школы Криндачей Елены Алексеевны. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Субтитры создавал DimaTorzok